Родина Вельшкорги – Уэльс, страна на юго-западе Великобритании. Первые письменные упоминания о породе появились примерно в X веке. Тогда эти четвероногие были выше и крупнее, и только позже в ходе селекции обрели сегодняшний вид. Изначально корги использовали при выпасе скота. Собаки идеально подходили для этой роли, были уравновешенными и могли защитить животных от опасности. В 1933 году герцог Йоркский, а впоследствии король Георг VI, подавил своим дочерям маленького корги. С тех пор эти псы стали постоянными обитателями Букингемского дворца. Икры мне! Сегодня королева Великобритании Елизавета II, дочь Георга VI, считается одним из главных в мире любителей и знатоков Вельшкорги. У нее было более 30 собак. Причин такой любви множество. За время существования породы у корги сформировался идеальный характер. Они выносливые, сообразительные, умеют работать в команде. Они полны задора. Кажется, эти песики просто не знают, что такое хандра. Они обожают резвиться и дурачиться. Выбирать физические нагрузки для корги нужно осторожно, с учетом его комплекции. Например, необходимо избегать лестниц, прыжков с высоты, подбирать не слишком мягкую подстилку, чтобы предотвратить деформацию позвоночника. Отдыхать тоже надо уметь. Корги должен быть в курсе всех событий. Даже место для сна пес постарается выбрать посреди комнаты или прямо в проходе, чтобы в случае чего быть тут как-то. Только без меня ничего не делай. Корги всюду будут ходить хвостиком, тыкаясь в ноги носом или трогая тебя лапкой. Иногда могут слегка покусывать за пятки. Эта привычка досталась им от предков, которые таким образом направляли стада в нужную сторону. Отучить пса от этого можно. Показывай свое недовольство и давай команду «Нельзя». Корги не будут лаять без причины на человека, в том числе на ребенка. Но бывают проявления настороженности и даже агрессии по отношению к другим псам. Чтобы этого избежать, с раннего детства щенка стоит подружить с другими животными. Еще эти товарищи склонны к перееданию, поэтому нужно строго контролировать их рацион. Иначе рядом с тобой будет не задорный симпатичный песик, а маленькая пушистая бочка.